Вы считаете, что это то, что он более важен? Это вот что, действительно, тёмка, целостность. То есть, равновесие, баланс, в принципе, одно и то же. Ну, по сути, да? Ну, близко. Равотворённость, счастье, да? Ну, если счастье, счастье круче, чем удовлетворённое, правда? То есть, что-то отсюда убираем, да? Равотворённость убираем, счастье оставляем. Согласованность, согласование, согласование частей. Можно равновесие выбрать, в принципе, можно свести равновесие, нет? Да. Согласованность. Вот согласованность – это, это между собой будет некое состояние радости. Комфорт. Комфорт. Является ли это характеристикой равновесия? Следствие. Следствие. Да. Спокойствие. Да, то есть, когда равновесие, оно порождает спокойствие. Сказать, чего-то не так, но спокойствия нет, да? То есть, можно сказать, что это напрямую связано у нас равновесие. Спокойствие как внутреннее равновесие. Да. Спокойствие в равновесие. Комфорт. Миротворённость. Мир внутри. Мир, когда нет войны, да, всё равновешено. Или под умиротворённостью что-то ещё можно. А подразумевать такое, что приходит за рамки. Мир. Близко под самостостью. Хорошо. Счастье. Степenti категории абстрактная. Правильно? То есть, у каждого счастье как в своём. Поэтому для кого-то счастье равновесие, а для кого-то счастье может быть отсутствовать равновесия. То есть вибро-проявления, да, какие-то, и гармония там может быть скорее как нейтральность, чем как счастье. Ну то есть это очень субъективный момент счастья. То есть он не является субъективным состоянием. Согласны со мной, да, состояние гармонии? Здоровье. Ну, это гармония на уровне физического тела. Правильно? Можно согласиться. Оставляем. Все у нас там. Умиротворенность, эффективность. Эффективность, да. Эффективность может быть следствием целостности и равновесия. То есть когда человек сбалансирован, равновешен, тогда он может действовать эффективно. На основу в ней идет. Умиротворенность. Вот здесь вот такое же. Частично с целостностью, частично равновесией. Энергичность. А здесь можно, наверное, скорее говорить о балансе энергии. Когда мы потом будем говорить, энергии может быть много, может быть мало. Нужно найти баланс, потому что и когда много, и когда мало, это плохо. То есть это мы тоже поставляем. Сейчас я вам предложу модель, которая проходит через все аспекты равновесия человека. Тело, психические процессы, энергия. Это самая простая, наверное, структура, существующая в нашем мире. Микромир, макромир, все выстроено по-другому. У нас есть центр и пространство. Масса положений в этом пространстве. Самое равновесное положение какое? Пространство. Центр. Центр. И что? Одинаковое расстояние до краев. Максимальная видимость. И при воздействии. Вот есть карусель детская. Если человек стоит в центре, карусель грутится, он сохраняется. То есть центростремительные силы его удерживают в равновесии. Если человек находится где-то здесь, то центростремительные силы становятся не в равновешены. И центробежная сила выбивает его из круга. Это карусель, скажем так. То есть самое надежное место — это в центре. Собственно, это общая схема. Теперь, в частности, да, то есть в нашем утреннем пространстве нужно определить центр. Если мы этот центр определяем и в нём находимся, то, собственно, мы попадаем в зону абсолютного равновесия. Логично? И, соответственно, гармония, да, равновесие. Что такое целостность, да, то есть в целом всегда есть центр, есть пространство окружающее. Если нет центра, то пространство не может существовать без центра. Оно разрушается. То есть если у нас нет клетка, да, мы состоим из клеток, в клетке содержится ядро, в котором содержится информация о нашем строении, ДНК. Он создает программу развития как клетки, так и всего организма. Солнечная система, да, если убрать Солнце, то всё рухнет. Вся эта система, которая вращается вокруг Солнца нашей планеты, в частности, она улетит в то место, где есть другая звезда, возле которой можно вращаться. То есть структура может быть целостна только в том случае, если у неё чётко заявлен центр. И теперь стратегия. То есть можно говорить об абсолютном равновесии, абсолютном гармонии. К этому стремятся, собственно, большая часть эзотерических традиций. Религия стремится немножко к другому. Как к этому прийти? Технология тоже очень простая. У нас, из чего мы состоим, давайте напишем, из чего мы состоим. Вот человек, как существо, некая структура. Конечно, задача без подвоха. Называйте, что есть, что ли. Только так вот, чтобы чётко есть. Сколько частей, давайте. Сколько будет столько, нам всё пригодится. Всё пригодится, давайте. Тело, душа. Так, о, сразу закрестно, хорошо. Так, у нас есть тело. Здесь спорить бесполезно, да? Что у нас ещё есть? Душа рассказали, да? Хорошо. Душа. Рациональное, эмоциональное. А как нам называть эту часть? Душа, что-то, хотя бы, вот, говорят, что она... Или сердце. Сердце, да? А можно свести так к душе? Нет. То есть мы воспринимаем... Не хотите, да, свести? По психическому сезону. Да. Так психика, это и есть эмоциональное, чувственное восприятие. Правильно? То есть, в принципе, душевная сфера. Не хотите так? Ну, психо, вообще душа. Хорошо. Как называть? Психоэмоциональная, да, составляющая? Оно же душевная. Да. Да. То есть это взаимосвязано с душой. Ну, давайте мы ее пока разделим. Это сейчас не принципиально. Эмоционально-чувственная, да, часть? Да. Спасибо. Эмоционально. Ну, то есть, должен же быть у нее кто-то, кто всю эту часть продвигает. Если у тела, понятно, да? Дальше. Что еще у нас есть? Энергия у нас есть? Цель. Запишем, да? Энергия. Ну, можно энергетическое тело, да, написать? Да. К этому относится. Четко. То есть будет энергия. А какой мы смысл вкладываем в эти термины? То есть мне кажется, что вот если тело для всех нас представляет собой одно и то же, так по поводу души у каждого из нас будет свое видение. По поводу энергии, это вообще-то вот расплычивает понятие, что каждый может придумать все, что угодно, а в физике, например, это мера взаимодействия, есть конечное количество каких-то энергий, которые переходят согласно определенным законам. Что именно это понятие? В данном случае мы выбираем части и нам нужно найти, что из них является центром. Все последовательно. Нам нужно определить центр. Что у нас является центром? Ну, еще центр, он, мы можем найти центр в какой-то определенной системе координат с определенным системным взглядом. Если мы изменим систему координат, изменится и центр. Тогда здесь у каждого из нас есть свой взгляд, своя система координат, и эти слова мы вкладываем в свои понятия. Хорошо, я понимаю. И от этого изменяется центр. Хорошо, тогда я задам систему координат. И, в общем, постараюсь у вас обосновать эту систему координат. Хорошо. Что у нас еще есть? Ум у нас есть? Есть. А давайте разовем. Ум. Все. Ум. Социальный ум. Мышление. Что еще? Ну, я не знаю, как назвать это, что мы общаемся с другими людьми, что вроде это тоже, что другие люди на нас влияют, потому что вроде окружающей среды мы тоже из этого состоим. Это скорее эмоциональное чувство на и ум. То есть как-то повлияло, мы почувствовали, мы перевели, назвали, обозвали и начали уже с этим работать. Здесь последовательность. Хорошо. Хорошо. Я предлагаю вот такую схему. Скажем. Вот. Нечто. Да? У нас. Центр. Пока место в окан. Потом что у нас идет? Я бы поставил Ум. Наиболее тонкое. Мира. Ум. Ум. carrots Здесь мы поставим национальное чувство, тело и энергию. где душа давайте пока это место зарезервируем и задача определить то есть душа а как мы определяем что такое душа то есть мы пока называем просто и словно мы можем четко определить что есть эмоционально чувственная сфера которая мы чувствуем есть ум который мы думаем есть тело который мы пользуемся есть энергия которую в принципе тоже мы чувствуем более-менее то есть то чем можно реально говорить есть я который говорит если я отождествляется ум становится центром если я отождествляется с эмоцией эмоции становятся центром если я отождествляется с телом тело становится центром инстинктивные программы биологические программы то есть в момент времени у нас все время новый центр у кого-то дольше кого-то меньше то есть под внешним воздействием наш центр может постоянно быть разным задача найти центр который не меняется который мы определили и все для того что это нужно взять и разотождествиться со всем тем для начала что мы с чем мы отождествляемся когда у нас появится ощущение нечто того что можно хоть как-то называть центром можно называть это духом можно назвать это сущностью это неважно вот это ось которая проходит из которой мы можем отождествляясь чувствовать себя это то что касается глобальной глобального равновесия и собственно практика здесь одна практика разотождествления практика отстранения своего тела наблюдения за умом за эмоциями введения за чувствами введения за энергией когда появляется расстояние тогда появляется чувство чего-то чем мы находимся что не является немом не телом не эмоция не энергия это не можно назвать рефлексивной позиции я это рефлексия но я может отождествляться то есть получается что я у нас наблюдатель наблюдать постоянно с чем-то отождествляется и пока он отождествляется с чем-то что является проходящим да то есть когда он уже сезону появляется и собственно отождествление я сумму это и есть это то что называется если мы перестали даже статус умом естественно мы теряем свое на тот момент пока мы перестаем с ним отождествляться но эта связка у нас настолько сильно что выход здесь очень сложно и что значит как только мы разотождествляется со всеми частями мы выходим в том что можно пережить как нечто не являющаяся тем что может уйти да то есть смотрите все что мы перечислили фактически уходит с нашим с нашей смертью то есть когда мы умираем ничего этого не остается задача найти ту точку которая не умирает скажем так та точка вечности которая внутри нас можно назвать это духом можно точкой вечности принципе это единственная точка опоры опираясь на которую мы можем достичь глобального абсолютного равновесия все остальные точки все что на мы будем набираться она шатко то есть единственная точка опоры в нашем мире это которая неподвижна которая со временем не обменяется все остальные все что мы можем опереться внутри или снаружи рано или поздно начинает сдвигаться когда мы слишком сильно отождествляемся с этим получается разочарование депрессия и прочие неприятные состояния то есть все сводится к тому чтобы найти точку значит когда мы достигаем этого центра первое что начинает происходить проходит страх когда уходит страх пропадают основные его проекции тревога беспокойство то есть то что выводит собственно говоря из равновесия и состояние гармонии другими способами здравия со стороны то есть его можно преодолевать его можно чувствовать с ним можно работать его можно трансформировать но будет до тех пор пока мы не достигнем точки вечности то есть то что не умирает то есть мы не почувствуем ту часть себя которая не может умереть то есть ощущение вечности она может быть тонкая и зависит зависимости от того насколько мы культивируем это состояние насколько длительно мы в нем находимся тем более интенсивный идет процесс разрушения страха страха смерти как базового страха всех остальных да да правильно и я понял что найти эту точку мы можем от отрицание если мы произведем раз отождествление со всеми остальными частями так то что останется внутренний наблюдатель это и будет это влияет наблюдает нет мы сами которые выстрелили дистанция от всех тех частей с которым раз отождествились и которыми мы осознали что мы ими не являемся и вот этим это я и есть это . да да все правильно только это не . это четкое ощущение внутри тела это не слова это не теория это реальное переживание которое проходит через наше тело и тождествляя с которым собственно и культивирует отождествление мы начинаем потихоньку скажем отсекать все эти моменты и самое сложное это то есть раз отождествление с телом скажем момент такой проходящий то есть его достаточно просто пройти то есть воспринимать его как инструмент да кстати то есть что здесь появляется совершенно иной взгляд на все что у нас есть то есть мы перестаем воспринимать это как мой как я начинаем восприятие как инструмент у нас есть набор инструментов у нас инструмент тело наш инструмент и сам должно делать это 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 уметь что мы его теперь к нему относимся хуже даже наоборот мы можем за ним следить лучше но совсем уже по-другому по-другому к нему относиться то есть он должен выполнять определенные функции то есть инструмент должен быть заточен должен быть хорошо хранится нужный момент он должен быть готов у нас отношение к телу немножко другое он может быть не заточен он может быть не готов но при этом к нему очень много внимания могут перевязывать бантиками там за сюда с ним таскаться а то есть и считать что то самое вот дикари да вот и попадает бутылка на время да вот он не знает что это делать это просто чудо мы не объем для нас это инструмент а для них это артефакт божественный то же самое нам нужно сделать с умом с энергетическими с энергии то есть чувствовать энергию и как совершенно отдельное независимое от нас чувство да управление то есть этот практику да разотождествление чувство отношения к тому что мы есть как инструменты мы достигаем собственно этого центра внутреннего из него мы можем структурировать свое пространство структурировать ум структурировать тело структурировать энергию здесь все-таки больше всего касается ума потому что с телом энергия высоте сегодня будем работать у них тоже есть свой центр своя структура и мы сегодня будем практически с этим работать а ум с умом мы можем работу работать только тогда когда мы находимся в центре по-другому не как потому что умом мы можем можем его использовать для того чтобы работать с телом с энергией структурировать тело найти центр тела выстроить какие-то основы гармоничного существования в теле но при этом ум здесь помогает но если начнем выстраивать ум из ума то это перспектива да это стратегия движения абсолютно мы равновесим понятно что сегодня мы к нему не придем но показать путь то есть показать как к этому движение то есть на самом деле ничего сложного нет можно сказать что здесь именно происходит то просветление это которым пишут в различных традициях достижение той точки из которой все видно которая является центром нашего бытия внутреннего нашего внутреннего пространства давайте разберемся сколько у нас тема все-таки больше психоэнергетические телесные основы гармоничного состояния это скажем бытийная основа то есть это самая-самая глубинная можно с ней заниматься параллельно параллельно заниматься телом параллельно заниматься энергией давайте с телом давайте что значит гармоничная гармония тела гармоничное состояние тела разберем но мы называли здоровье да что еще контроль контроль управляемость сила координация координация то есть тело должно выполнять все что мы от него хотим правильно тогда мы будем чувствовать то есть если мы хотим что-то сделать а у нас мы не можем это сделать то естественно мы не чувствуем гармоничного состояния правильно если даже если мы здоровы но что-то сделать не можем то есть это уже разные 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 тренированность он скорее готовность готовность нагрузка потому что это ресурсы ресурсы можно сказать гибкость гибкость это управляемость давайте сведем до сойдем к тому что необходимо для именно для гармонии вот состояние гармонии телесной гармонии вот мы сейчас сидим да вот мы можем пошевелить рукой даст пока у нас ничего не болит то есть мы можем двигать у нас ничего не болит мы внутри у нас ничего не болит хочу отсутствие боли способность совершать действия телом да и функциональность да то есть совершайте действия которые мы хотим управляемость управляемость ну давайте функциональность и управляемость и и и и и и тело. Тело есть свой центр, физический центр. Это центр тяжести. Как правило, центр тяжести большинства людей, он смещен вверх. Соответственно, человек в результате этого теряет чувство устойчивости. То есть чувство физического равновесия очень плотно связано с эмоциональным равновесием. Поэтому, нарабатывая, скажем, равновесие физическое, опускает центр тяжести вниз, через тело мы выходим в более устойчивое эмоциональное состояние психическое. Здесь есть очень четкая взаимосвязь. Таким образом, работая с телом, с чувством тяжести, мы... И задача что? Задача этот центр тяжести опустить как можно ниже. Чем ниже центр тяжести, чем ближе он к земле, тем более устойчивым положением мы находимся. В то же время он остается центром нашего физического тела. Хочется спросить, какая самая низкая точка центра тяжести? Психологически можно опустить в стопы. А вообще нижняя часть живота. Центр тяжести, который считается наиболее оптимальным. Вниз, если опускать, то, скажем, человек становится еще более устойчивым. Но это уже такая более сложная вещь. Хотя бы опустить в область нижней части живота. То есть можно положить связь, что когда человек не равновешен психологически, да? То есть у него смещается физический центр тяжести? Да. Он может подниматься даже вверх. И тогда получается человек, вот он вот так вот болтается, как листик. Если центр тяжести внизу, то вот видите, он восстанавливается. Понимаете разницу? Задача это центр тяжести опустить вниз. Сегодня мы немножко позанимаемся. Сейчас пока теории не можем. Второй момент. Центр тяжести есть, центр есть структура. То есть мы должны, да? Вот некое целое, вот наш центр тяжести условно, да, вот здесь на этой схеме. И у нас должно быть чувство всего тела. Обычно у нас чем-то не культивируется осознанность тела, осознание тела как некого цельного объекта, цельной структуры. Только если что-то болит, болит, мы уделяем этому внимание точечно. То есть, скажем, концентрация внимания. Даже в многих практиках используется концентрация внимания на какую-то часть. Задача научиться распределять внимание равномерно по всему телу. То есть это как бы базовая основа равномерного ощущения своего тела, естественно, что равновесие. То есть каждая точка нашего тела, она ничем не выделяется относительно другой. Есть центр, который тяжесть. Все остальное абсолютно равнозначно. Тогда мы достигаем положение центрирования по телу. Сейчас мы немножко и позанимаемся. Сядьте, пожалуйста, так, чтобы стопы у вас касались. Почувствуйте объем левой ноги от стопы до колена. Просто не представляю, что там находится. Просто как объем, как некий объем ощущений. От стопы до колена. Левой и правой ноги. Используем внимание, держим целиком. Теперь от стопы до бедра. Левую и правую ноги. Чувствуем целиком. Теперь туловище. От бедра до макушки. От головы. От стоп до макушки. Все тело. Руки пока не дружим. Добавляем руки. Можете постепенно. От плеча до локтя. Потом до ладони. Теперь постарайтесь чувствовать все тело целиком. Критерий правильности заключается в том, что никакая часть вашего тела не привлекает внимание больше, чем какая-либо другая. Но при этом ощущение внимания размывается по всему телу равномерно. И добавьте сюда ощущение цельности, свитности всего тела. Единство, да? То есть это немножко эмоциональная краска психологическая. Помимо внимания. Получается? Внимание удерживать по всему телу. Нет? Получается? Давайте то же самое упражнение сделаем из немножко по-другому. Почувствуйте область от промежности до губка. Да? Как некий центр. И, скажем так, делегируйте этой части центр вашего тела. Место управления вашего тела. И сейчас вниманием равномерно от центра опускается вниз и поднимается вверх. Постепенно заполняя все тело. Постепенно заполняя получ 변ка AFL go to. Можно это выipsать отсюда добав muted. Анну как это нет? А затем спереди вверх. Это базовая практика распределения внимания, а вслед за ней энергии равномерно по всему телу. То есть формируется равновесие внимания, равновесие энергии по всему телу и чувство целостности, что это является критерием гармоничного состояния. Что еще? Мы говорили о здоровье. То есть можно сказать, что здоровье это когда все наши части нашего тела, они функционируют четко, ритмично и синхронно. Это вот чувство ритма, чувство синхронности в нашем теле. Его можно очень легко почувствовать, таким образом настроить наше тело в одном ритме. То есть у нас есть один ритм, наш родной, который мы можем использовать для этого. Ритм нашего сердца. Сейчас я вам предлагаю два способа почувствовать ритм. Либо прислушаться к биению сердца, либо найти пульс в запястье. И хорошо, хорошенько этот ритм прочувствовать. Лучше всего, конечно, сердце. То есть можно и так, и так прислушиваясь к внутреннему биению сердца. А теперь распределите это биение по всему телу. Представьте, что ваше сердце по очереди опускается. Здесь не опускается, да, в области легких. Потом опускается в печень, опускается в поджелудочную, в желудок и так далее. И не забудьте про руки и ноги. Или для начала ладони и стопы. Почувствовать биение сердца во всех частях тела. Насколько это удается. Это биение там обнаружить. Как состояние тех, кто получается? Что-то поменяет, меняется в состоянии? Ну, такое впечатление, что импульсы идут от сердца и расходятся по всему телу. И точка ощущения, например, на ладони, здесь, в горле и вот здесь. Причем это еще не ощущается. Ну, это у нас есть зоны, в которых пульс ощущается слабее. И чем более полно наше тело, можем чувствовать пульс равномерно разлитый по нашему телу, тем, соответственно, мы закладываем более, скажем, мощную основу и восстановление здоровья. То есть очень простой способ постепенного восстановления здоровья, если, конечно, нет очень сильных запущенных моментов в состоянии. Координация. У нас есть двигательный центр в теле. Он может совпадать с центром тяжести. Если центр тяжести находится в нужном месте. То есть тоже нижняя часть живота. Если наши движения идут оттуда, то они сразу же приобретают особое ощущение, особое качество и управляемость. Сейчас мы сделаем следующий. Я предлагаю нам стать. Почувствуйте шарик красный, можно оранжевый. В области промежности к ком. Да, колени чуть-чуть согните. Таз немножечко вперед. А тут почувствуйте состояние, можно более устойчиво. Таким образом мы натягиваем нижнюю часть спины, вытягиваем позвоночник только за счет того, что мы чуть-чуть согнули колени. То есть один небольшой элемент сразу же выстраивает всю нашу позу. Вертикальное положение стабильное, устойчивое, при котором нагрузка на мышцы становится минимальной. Можно еще корректировать плечи. Уже этого дает очень много. Чувствуем центр. Теперь соединяем центр со стопами. Представляем, что у нас в стопах или в суставах тоже находятся красные шарики. с которыми мы соединяем этот центр. То есть жесткая связь между центром и суставом. Или стопой. Теперь колени. Соединяем живот с шариками суставов колен. Теперь тазобедренный сустав. Соединяем центр с тазобедренными суставами. Пересоединяем центр с областью в районе груди. Наверное, в области сердца. Можно представить там тот же шарик. И выстраиваем связь между нижним центром, нижней частью живота и областью груди. Теперь добавляем еще одно звено. Центр в области макушки. Можно представить, как будто он упирается на макушку и тянется вверх. То есть таким образом у нас получается цепочка. При этом основной центр — это в животе. То есть это чувство управления, чувство главности, важности центра, именно нижнего. То есть он является ведущим. Все остальное ведомое. Теперь соединяем живот и плечевые суставы. Живот и локти. Живот и запястья. То есть у нас получается как солнышко. Мы соединяем все части тела, и исходящая, ведущая часть — это область живота. То есть, формируя такую структуру сознания, наше тело приобретает чувство согласованности, синхронности и управляемости. То есть, каждая часть тела ввязана с любой другой частью тела в движении. В принципе, один из самых главных принципов доуцких практик — это когда движется все тело целиком. Все тело участвует в движении, каждая его часть. Если одна часть не движется, то не движется ничего. Таким образом, выстраивая структуру, наше тело начинает двигаться, только зацепив какое-то движение, все тело начинает приходить в движение. То есть, появляется чувство цельности, текучести, слитности всего тела, единое целое. Все, присаживайтесь. Скажите, ощущение управляемости, удалось выстроить структуру внутри, почувствовать? Вот еще как получилось? Ну, я съезжала постоянно в стопы. Стопы? Что в стопы съезжала? Центр? Да. Центр опускался в стопы? Да. Такое впечатление было, что сведомость опускалась туда, и я постепенно поднимала, чтобы сведеть уже дальше. Это хорошо, можно его снизу, можно выстраивать эту связь, потому что стопы связаны с центром, скажем, можно опустить центр стопы, и получится тогда у нас центральная часть вот эта вот, отсюда все идет. То есть тогда получается, что движения становятся более, они становятся более устойчивыми, более стабильными. Ну, это может случайно быть обычно, это нарабатывается специальным образом, чтобы выстроить более стабильное частое. У меня есть вопрос. Да. Это мы работали, исходя из отождествления с умом, правильно? Да. Сейчас мы использовали ум для того, чтобы выстроить тело. У меня получилось, у меня было такое сомнение, что если, допустим, будет какой-то момент, когда будут преобладать эмоции, мне так не получится. Что можно делать, чтобы раздражеститься с эмоциями? Раздражеститься с эмоциями? Здесь только вопрос наблюдения. Для того, чтобы раздражеститься с эмоциями, нужно вначале раздражеститься с телом. То есть это первый момент. Давайте мы сейчас, собственно, это и сделаем. Поскольку у нас есть сейчас тема тела. Для того, чтобы управлять телом, и вообще для того, чтобы чем-то управлять, нужно стать внешним по отношению к этому. Невозможно управлять чем-то, находясь на его же уровне. Или быть включенным в это. То есть это главный принцип, единственный принцип управления. То есть нужно стать внешним. Собственно, вот что мы и делали. Чтобы всем этим управлять, нужно стать внешним. Если мы в уме, мы не можем его управлять. У нас может иллюзия быть, что мы что-то управляем, что мы что-то меняем. Но это совершенно бесполезно. В данном случае здесь только намерение управляет ему. Есть простое упражнение. Вот у нас сейчас есть тело, да? Представьте себя смотрящим на тело со стороны. Ну, исходная линия, да, движение. Можно представить взгляд сверху, сбоку, сзади, спереди. Как вам удобно. Причем вы смотрите на себя, как будто на чужого человека. То есть не на себя, а на это тело. Будем так называть. Вы смотрите на это тело, как на тело совершенно незнакомого вам человека. Он просто что-то сидит с руками, с ногами, с головой, с туловищем. И вот вы моделируете некое ощущение взгляд со стороны. Можете посмотреть на свое тело вот так вот, да? То есть сверху. То есть когда мы на него смотрим, у нас ощущение, что мы отдельно все-таки немножко. Когда мы не смотрим, мы вроде как отождествляемся. Вот сейчас вы пишете, смотрите, как ваша рука пишет. Она сама пишет. Запустили, она пошла писать. И вот наблюдаете, вот эта рука какая-то пишет что-то. Есть ощущение отдаленности от тела? Давайте теперь сравним. Теперь войдите в тело и почувствуйте в теле, вот вы в теле сейчас. Можете из упражнения этой концентрации, да, немножко вспомнить, когда мы распределяли внимание. Вот мы сейчас в теле. Тепло, хорошо, уютно. Я и тело. Сливаемся с телом. Теперь опять со стороны. Как будто тело отпустили, сами смотрим со стороны. Теперь, ребят, все. Чувствуем себя. Это чувство телесности, плотности, может быть. Может, комфорта, да, если тело удобное, в смысле, не болит нигде, ничему. А теперь смотрите на свое тело изнутри. Вот фильм «Железный человек». Смотрели? Зря, очень хороший фильм. То есть задача тело почувствовать как одежду. То есть мы смотрели со стороны на свое тело, а теперь изнутри. И вот вы в теле, вы в этой одежде. Иначе говоря, в этот взгляд со стороны, когда мы смотрели на тело, переносите это ощущение внутрь себя. И, сохраняя взгляд со стороны, вы его смотрите изнутри. Да, да, ну, непросто. Просто тело – это как ключик, как первая дверь. Когда она открывается, дальше становится намного проще работать и с эмоциональными реакциями, и с умом, и с прочими частями нашего тела. То есть пока мы от тела не отошли, то есть тело – это самая такая граница эго. Ум с умом сложно, с эмоциями будет легче. Эмоции, здесь, эмоции, как правило, ловятся уже после, вот, если ловятся. Женщинам с эмоциями не легче. Нет, ну, здесь вопрос не меньше, не женщинам и мужчинам. Здесь вопрос навыка наблюдения. То есть он формируется, он вполне, его нельзя получить быстро, он формируется со временем. Ну, есть принцип осознанности, предвидение эмоций. Можно поиграться в такое, вы знаете, что на ситуации у вас будет такая эмоция. То есть можно эту ситуацию заранее предвидеть, еще до начала ее. Назревает ситуация, вы знаете, что у вас может возникнуть такая эмоция. Вот не готовитесь. Выследить эмоцию, да. То есть вы выслеживаете эмоцию. Как зверь, как хищник выслеживает добычу. С таким настроем эмоция вообще может не появиться, конечно, но когда она появится, вы будете готовы. Хорошо. Энергия. Баланс энергии, как мы определим равновесие энергии. Каких энергий. А давайте не будем разделять. А меня вот смущается, вы отделили крыла от эмоций и от вот этого центра. То есть это все отдельно. Энергия отдельно, эмоция отдельно. А вот у нас вон еще отдельно. А вот у нас вон еще отдельно. Смотрите, это как слои получается. Вот энергия самая большая. Знаете, как игрушка, когда накладываются кольца. Пирамидка. Так вот энергия, да, это вот самая большая пирамидка. Она пронизывает все. А тело чуть поменьше. В теле у нас что? Эмоции. А это ось, на которую все нанизывается. В данном случае энергию можно понимать по словам энергия. Цейки, да, энергия, внутренняя энергия, которая движется по телу. В то же время под энергией мы понимаем способность совершить действие. Да, то есть готовность совершить действие. Скажем, не вдаваясь в подробности. То есть вот мы можем или не можем. Давайте как-то еще попытаемся собрать, да, энергетический баланс. Когда энергии мало, что у вас? Холодно. Что? Холодно. 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 Что еще? Спасибо. Эмоциональное состояние какое. Немножко. Да? То есть мы постельным образом, да, определяем. Что еще? Лень. Да? Лень может, когда энергии много? Постоянно. Да? Когда много энергии, лень. То есть мы думаем, кому-то вы просто сделали. Здесь конструктивная лень. Так, конструктивная лень. Думаю вообще. Хорошо. А когда энергии очень много, что происходит? Активность. Суета. Да? Да. Когда очень много. Нет, всегда направлено почему-то. Значит, тогда ее немного. Да, я сам. Давайте баланс выстроим. Энергетический баланс. Гармоничный энергетический баланс. Когда мы можем совершать действия. Но когда энергии слишком много, она начинает нами управлять. Простите. А если страх, который... Энергия рождена страхом. И вот в такой ситуации появляется сутливость. Совершенная обоснованность. Я говорю об общем энергетическом уровне. Не эмоциональная вспышка, да, а как бы базовый уровень. Который, в принципе, можно регулировать. Сутливость в средней бестолковости. А для меня энергия бестолковая. Просто смотрите. Вот есть люди, у которых энергии много. И они совершат еще много действий, которые на самом деле не нужны. То есть возникает суета, необдуманность. То есть энергия заставляет человека двигать. А он, может, и не сделал бы этого. Если бы энергии было чуть меньше. То есть, в принципе, ему это не надо. Это что? Ему надо как-то эту энергию сбросить. Перевоспуждение. Да. Это идет через общение, через взаимодействие. Через какие-то множество, множество, множество действий, которые, в принципе, ему-то и не нужны. То есть получается, что энергия начинает в какой-то мере занимает главенствующее положение. То есть энергетическая активность. Человек ничего не может сделать. Это же то, что называют колбасик. То есть энергия рвет. Это же внутренняя энергия больше. Которая в виде напряжения, в виде какого-то эмоционального. То есть много она начинает вести себя необузданно. То есть это что-то? Негармоничное состояние. То есть энергии много и она не управляет. Можно говорить об энергии тела, энергии психической. Да, можно говорить. И тогда будет понятно, что там дисбаланс. Если энергия больше психическая, то как бы он рвет эмоции. То есть человека вас умножит. А если, например, энергия тела, тогда это можно физическому уровню суета. То есть, может быть, можно различать как-то лансу именно по сферам, куда он нападает. Давайте разберемся с эмоциональной энергией. Психо-эмоциональной энергией. То есть у нас существует ряд механизмов, с помощью которых мы эту энергию можем сбрасывать. Можем растрачивать. То есть первый механизм – это сброс откровенный, когда мы начинаем совершать массу действий. Это, как правило, вызвано либо эйфорией, состоянием эйфории, много энергии, человек начинает ее на активные действия проводить. Либо напряжение. То есть напряжение – некий сгусток энергии, некая область, которую человек не может обработать, и он ищет способы ее каким-то образом сбросить. Напряжение сбрасывается через алкоголь, через секс сбрасывается, через физические действия очень активные. То есть он начинает сбрасывать. Это энергия. Это наша энергия, мы просто ее сбрасываем. Только потому, что мы не умеем с ней работать. Второй момент – сжатие. Когда мы сжимаемся, наш энергоэгмент с пространством уменьшается. Как правило, что? Страх более прочный. Вещь, которая сжимает – обида, чувство вины. То есть те вещи, которые… все, что нас сжимает внутренне, эмоционально, все приводит к тому, чтобы наш энергоэгмент с миром уменьшался. Вот у нас есть ладонь, площадь поверхности максимальная. Если мы сожмем кулак, площадь поверхности уменьшилась. Соответственно, приток энергии извне сократился. Он зависит от площади. То есть чем мы шире, тем энергии больше. Чем больше взаимообмен с энергией. То есть здесь получается что? Баланс между сжатием и расширением. То есть опять же эмоции. Выслеживание эмоций, которые приводят к сжатию. Следующее – внутренние противоречия. Он здесь на всех уровнях идет. Как раз внутренние противоречия очень часто и не очень часто, собственно, являются глубиной причины отсутствия чувства гармонии. То есть наличие внутренних противоречий. То есть это что? Нарушение целостности. Единонаправленности. То есть у нас как? Множество векторов направленных в разные области. Выражается это как? Мечтаем об одном, делаем другое, говорим третье, думаем о четвертом. В результате идет рассеивание энергии. То есть она просто расходится. Шик. Бодействие не остается. Если система выстроена, вот, вторая направленность. Соответственно, энергия может быть управляема, но может быть направленной. Тогда возникает чувство единонаправленности целостности. То есть что? Внутренние конфликты. Наличие внутреннего конфликта является самым, вернее, внутреннего не конфликта, а внутреннего противоречия. У нас в случае противоречия как наиболее яркая форма компромисса. Внутренний компромисс – самая тонкая, самая незаметная вещь, которая больше всего выводит из нас энергии. То есть наиболее просто, например, это когда человек делает одно, вернее, хочет заниматься одним, а делает совершенно другое. Он подавляет это желание, продолжает заниматься тем, чем занимается. Эта компромиссная ситуация, она из него выдавливает энергию постепенно, которая не позволяет ему в дальнейшем выйти из этого компромисса. То есть уровень энергии становится низким, а для того, чтобы выйти из компромисса и выйти на конфликт, нужна энергия. То есть взять и поставить ситуацию, и вот выйти из этой компромисса. То есть получается, что состояние конфликта у нас энергоемкое, то есть это острое состояние, в нем очень много энергии. Состояние конфликта – это хроническое, как хроническое заболевание. Постепенно, постепенно, постепенно и уводит человека. Компромисс. Компромисс, да. И вот выявление этих внутренних компромиссов является, вот, собственно, одной из базовых условий, наверное, и гармонии и равновесия. То есть пока они есть в каком-то глубинном переживании и равновесии, сложно говорить о гармонии. Что еще? Противоречия еще, между чем мы можем быть? У нас есть образ себя. Этих образов себя, наверное, даже несколько. Идеал-образ, то есть каким мы хотели бы быть. Образ, какие мы есть сейчас, представления о себе. И то, какие мы есть на самом деле. И вот борьба между естественным и искусственным истощает нас еще сильнее. То есть у нас есть естественное поведение, которое мы подавляем. И подавляем это исходя из образа. То есть этот образ не позволяет нам быть такими, такими и такими. Вот. То есть быть такими, какими есть на самом деле. Соответственно, идет противоречие. Идет столкновение второго. Вот. И все. И внутри нас состояние борьбы. Состояние внутренней борьбы. Что является тоже истощающим фактором. Это по поводу эмоционального. Если мы возьмем энергию телесную, да? Или та, которая можно чувствовать. То, что мы говорим. Энергия. Энергия. Напряжение. То, что я говорил, да? То, что я говорил, когда у человека в результате может быть практик, начаться какие-то неприятные ощущения. Этого вопрос решается тоже формированием внутри нас энергетического центра или энергетического стержня. То есть можно по разным историческим системам у человека существуют, в общем-то, разные схемы. Стоит тоже нет. Семь чакр, да? Например, да? Или три донтьяне, да? Да. То есть, да. Мудельская, да? Традиция. Это йоговская традиция. Это йоговская традиция. Ну, это похожая ситуация славянской традиции. Как правило, нижний центр, он, кстати, совпадает с физическим центром и с двигательным центром, является основой для остальных центров. То есть они из него питаются. То есть насколько он хорошо работает, все остальное, функциональность всего остального улучшается. Но работать с каждым центром достаточно трудоемко, сложно и занимает много времени. Поэтому, и более того, нужно обладать очень большими знаниями, чтобы делать все это грамотно. И это тогда выстроить некое структурное образование, которое соединяет все центры, которые являются стержнем энергетическим. В котором нечто вроде алхимической печи, в которой переваривается вся та энергия, все те излишки, которые вызваны эмоциональным перенапряжением, которые вызваны ощущениями в теле, которые можно трактовать как энергетические. Собственно, когда мы их называем некие ощущения в теле, некое состояние тела, некоторое эмоциональное состояние, некая форма энергии. Как только мы его звали, что это энергия, назначили этой энергией, почувствовали эту энергию, тогда нам остается просто взять ее и поместить в стержень. То есть этот излишек, он перестает быть излишком, он попадает в структуру, в которой он накапливается, при этом никак не мешая нашему состоянию и не заставляя нас совершать какие-то действия, которые мы бы не стали совершать в нормальном состоянии. Давайте сейчас попробуем. Этот стержень – это реальное энергетическое образование. Он у нас находится от промежности до макушки. Сейчас я вам предлагаю сесть в ровно. Почувствуйте область промежности и соедините ее с макушкой. Можете соединить стержень, можете окрасить красный цвет, огненный, не имеет значения. Главное – это ощущение плотности, твердости, устойчивости, чувство натяжения. Позвольте тому стержень как будто вас немножко растянуть, как будто немножко натянуть макушку вверх. Чувствуйте протянутой струны. И можно подышать, можно вдохнуть в нижнюю часть промежности и выдохнуть через макушку. Либо наоборот – вдохнуть макушку и выдохнуть через промежность. Таким образом, с помощью дыхания мы фиксируем положение этого стержня в нашем теле. Можно вдыхать стержень как будто со всех сторон одновременно и выдох оставлять в стержне. Распределять его равномерно и подстержненно. В прямом – это не только выйдет, но и дыхание. В общем, все равно об этом преды, что он истык – это очень. В этом месте. Нажимаем. В общем, сейчас я буду выбирать. Это очень. В принципе, вы входите что-то. В принципе, вы тут хотите? Это очень важно. А? В принципе, у вас есть цепочка. Спасибо. Получается ощущение такое, что действительно есть две точки натяжения и такое впечатление, что когда выгибаешься, стержень находится ближе к позвоночнику и может даже выходить наружу, если позвоночник сильный. В другим сильный позвоночник? Ну вот, типа такого, и стержень есть, а позвоночник как бы не фиксирован к стержне, он может выйти сюда, а стержень все равно останется. И когда идут два потока, восходящий и нисходящий, они сходятся в центры и образуют круговорот при вдохе, ну для меня против часовой стрелки. При выдохе идет по часовой стрелке и оно расходится в такими вот консентрическими кругами. Хорошо. У кого-то еще есть ощущение стержня или хотя бы чувство, видение? Нет. Ощущение есть, но просто стержень именно из тех местных, как я сказал, прямо идет. А в него нужно, просто перед этим была тема каких-то отрицательных энергий, да? Для того, чтобы как раз в нем сжигается вся энергия. То есть в него нужно как бы стержень влить эту энергию или что? Или притянуть? Да. То есть мы просто втягиваем стержень все ощущения как внутри тела, так и снаружи тела. И он что делает с ними там внутри? Он как химическая печь. Если мы придаем ему статус, чувство, что это место, которое преобразует. Для того, что, во-первых, чтобы туда вводить, нужно перестать разделять эмоции, чувства и переживания как на плохие, хорошее, негативные и позитивные. Надо их обозначать от неких сгусток энергий, потому что создания становятся намного более управляемыми. То есть по тех пор, пока вы разделяете на негативные и позитивные, у вас устраивается иерархия достаточно сложная в уме. Если мы сразу набрасываем на них сетку как сгусток энергии неопределенной формы, неопределенного, непонятно почему появившейся, да, или понятно, но как сгусток энергии. Таким образом его можно сразу же посылать сюда. То есть можно представить, что стержень, да, как пылесос, да, он собирает, или что мы к стержень упаковываем эту энергию. То есть здесь насколько удобно это представлять. То есть мы нейтрализуемы, хорошие и плохие, они никакие. Нет, не то, что никакие. Этот стержень, он является накопителем, он распределяет энергию по энергетическим стержням, по энергетическим центрам. То есть он является распределителем, накопителем, предохранителем. То есть функций много. И отождествление с этим стержнем позволяет быть в состоянии равновесия, целостности, устойчивости. То есть мы говорили, да, отождествление с чем? С умом, с эмоциональным, с телом, энергией. На случай энергетический стержень позволяет выйти на отождествление с духом. То есть с той областью, которая у нас, то есть это, скажем, та часть, которая позволяет тоже приблизиться к истинному центру. То есть примерно в той же области проходит ощущение, связанное с переживанием вечности, с переживанием духа. То есть в той же области. И работая стержня, мы можем быть на них с другой стороны. Если мы здесь работали, предполагаем, да, что через разотождествление, то здесь работа через стержень. Позвоночник – это физическая проекция стержня. Через позвоночник можно лучше почувствовать стержень. Через стержень лучше почувствовать дух или точку вечности. Продолжение следует. Хорошо. Какие-то вопросы? Радости? Почему? Ну ладно, мы собрали плохие эмоции на профиль на них. Мы не собрали плохие эмоции, мы собрали энергию. Энергию? Обязательно, да? Нет, мы просто энергию собрали. Так нет, но мы же радости туда и все это запихнули. Нет, зачем? Мы туда не будем еще запихивать. Мы будем запихивать то, что мешает, то, что недоговоримо, то, что где-то там нас... Вы знаете, я поняла, что у нас Ранессия приближается к равнодушию, что ли? Нет, нет, нет. А из-за того, что это состояние, состояние гармонии не является состоянием равнодушия. Так это не отсутствие радости, вообще никакого. Нет, смотрите, нет. Я могу вас сказать, можно? Да, да. Для того, что, как я наплетала, эмоции живут в теле. Да, если мы огорчаемся, у нас все говорят, ну вот здесь вот болит. Или у нас есть какие-то мысли, какие-то негативные, у нас начинает болеть голова и так далее. То есть есть очень много вещей, и когда мы очень много улыбаемся, у нас работают эти мышцы. То есть можно сказать, что по мимике, по морщинам люди делают диагностику, да, в каких эмоциях вы пребываете, какое у вас состояние чаще всего. Поэтому, когда идёт работа с гармонизацией эмоций, то чаще всего убираются те лишние вещи, да, когда излишек энергии выделяется именно на эмоции, именно на то, что потом остаётся где-то в теле. Таким образом, как бы и здоровье приходит в некую гармонию, то, что мы делали с упражнениями. И эмоции, они становятся, ну скажем, как это сказать, более гармоничными. Да, то есть эта энергетика идёт на всё тело, не на какие-то участки, которые мы либо плохими эмоциями закрепостили, да, либо перенапрягли позитивными. Ведь когда мы испытываем очень большие позитивные эмоции, тоже стресс для организма, все об этом знают. Мне кажется, вот именно поэтому, из-за того, что это неравномерно распределяемая энергия. Да, всё совершенно верно, смотрите, спасибо вам большое. У нас же задача гармония, у нас задача не суперпереживания, действительно, какого-то изменённого состояния, какого-то такого яркого, красивого. Вот это совсем другая тема, достижение каких-то переживаний. Но чтобы потом из него вернуться в гармоничное состояние, вот это такой способ. То есть это никаким образом не отрицает наличие, существование, культивирование ярких состояний, ярких переживаний. Но у вас как-то нравится возможность управлять. То есть это способ управления, который позволяет вам действительно сократить расход энергии, если он для вас важен в какой-то момент. То есть действительно это состояние эйфории, оно очень энергоёмкое, оно в зоне идёт истощения. Если вы следили за собой, да, после очень яркого всплеска эмоционального, радостного, всегда идёт спад. То есть можно жить и в таком ритме, а можно жить, выравнивать, да. То есть это вопрос выбора, вот, как кому больше нравится. Но когда у вас есть такой и такой способ, у вас больше свободы, да, выбора. То есть вы можете выбирать, как можно ещё двигаться. А можно ещё я спрашиваю, это точка, я немножко не была вначале, можно мы поговорили об этом. Это вот эта точка просветления, которая... Да, можно, да, назвать точкой просветления, точкой... Ну, тогда у меня второй вопрос, да. То есть и по этой методике вашей, да, её тоже можно достичь, да? Просто я считала, что восточные мудрости и достигают, там, 10 лет, 20 лет, по вашему интересу. Нет, по-моему, в методике здесь зависит исключительно от вас, от интенсивности. Когда вам удастся разотождествиться со всеми этими частями, у вас появляется шанс почувствовать это состояние. Когда состояние есть, вам нужно его культивировать. Состояние может быть очень классное, но мы о нём забываем. То есть и чем дольше мы... То есть процесс просветления, он не такой, что попал и всё. Мне нравится, кстати, очень описание красивое, Оша есть. Хотя мне Оша, я к нему так осторожно, но это описание просветления, оно запомнилось. То есть это когда в тёмную комнату мы вносим свечу. Это первый опыт. А потом просто добавляем, 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 пока в свою комнату не поверишься. То есть это не разовая ситуация. Не разовая, разураз, и всё. Всегда постоянно, постепенное расширение восприятия, углубление, чувствование себя. Поэтому, видите, мы говорим немножко о таких вещах, в данном случае пока абстрактных. Здесь критерии только при ощущении тела. Насколько мне критерия могу дать, это чувство вечности. Чувство, внутри есть ощущение, которое воспринимается как ты настоящий, как ты, который не умирает. Вот, собственно, тот критерий, который позволяет выйти. То есть можно, явно называя это быть в духе. Вот, в прямом смысле. То есть состояние нахождения в духе. А можно находиться в уме. Можно находиться в эмоциональной сфере. Не зря в народе есть состояние переживания в духе, не в духе. То есть получается, вот, ось духа, да, и янаша может быть, оно может быть, отождествляться с этим, оно может находиться вот здесь, вот, да, в эмоциональной сфере, а может сдвигаться сюда. Они как под душем стоят. Не под душем, но они, это вот чувство, раз, в духе, да, выстроился. Это ощущение наполненности. Мы для того, что с этим состоянием очень часто, очень близко к ним подходим. Нам просто в голову не приходит, что это и есть то просветление, о котором пишут. То есть это не является каким-то таким суперсостоянием, да, то есть выходящим за рамки, да, то есть которое... Оно на самом деле, вот, оно, оно не такое яркое, то есть после него особо ничего не меняется. Но просто кардинально меняется восприятие себя. То есть понимаешь, кто центр и кто здесь, кто хозяин. И чем больше у него находится, тем, соответственно, в этом месте, пока находишься, равновесие, гармония. Только выскочил сюда, всё, ум тебя уничтожил. Почему уничтожает? А ум, а заботчинность будущем, прошлым. Мы ушли в прошлые проблемы, вернее, какие-то неприятности. Ушли в будущее, ожидания, да, планирования, получится, не получится. Всё, мы ушли, вышли в состояние гармонии. Эмоции, да, на нас, нам наступили на ногу, всё было гармонично, мы помедитировали, всё прекрасно. Нас наступили на ногу, один, второй раз, всё, мы вышли в состояние. Внешнее воздействие вылилось. А разве человек в прошлое своё умом обращается? Он же эмоций нет. Нет, 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 но ум же туда идёт, правильно? Ум порождает эмоцию в данном случае. Бывает эмоция порождает мысль, а бывает мысль порождает эмоцию. Они жёстко связаны. Эта связка, она выводит нас, то есть она просто над нами издевается. То есть туда-туда-сюда. Да, издевается страшно. У меня есть ещё некоторые комментарии, что бывают очень уж запущенные случаи, когда человек отождествляется не только с телом, но и с имуществом. Например, со своим мобильным телефоном, статусом, прикидом машиной, дачей, капиталом-то. И вот здесь получается очень интересный вот такой эффект. Потому что если человек себя с чем-то осуществляет, то с чем он себя осуществляет, то у этого есть потребности. И пока не происходит отождествление, человек эти потребности воспринимает просто как несущные сигналы. У тебя есть телефон, у него заканчивается батарея, у него есть потребность подзарядки. Ты видишь, хопа, батарея заканчивается, необходимо подзарядиться. Никакого страдания нет. Но если человек уже отождествляет себя с имуществом, у него получается чувство страдания. Он это именно чувствует, как будто ему действительно причинает боль. Когда человек отождествляет себя со своим особняком или машиной, и что-то с этим случается, он тоже получает огромные физические страдания. А люди, которые направлено занимаются медитациями, они способны свое отождествление свернуть к этой точке, они даже когда их телу причиняют некоторые повреждения, воспринимают боль как внешний сигнал. они не испытывают страдания от этого сигнала и воздействия. Да, вот это же самое происходит со своим эго, со своим эмоциональной сверкой. Когда тебя оскорбляют, и ты отождествляешь себя своим эго, ты испытываешь страдания. Если отождествления нет, то просто внешний сигнал, который ты вправе принять или нет. Да, смотрите, когда мы находимся здесь, это пустая точка. То есть у нас пошел сигнал, а нас нет. В этой точке нет ничего, кроме переживания. То есть любое воздействие, а нас нет в этом месте. То есть воздействие ориентировано на эго, на личность. Ну, в социуме, правильно? А мы не отождественные сейчас загляну. Мы сейчас в духе. Все, нас нельзя зацепить. То есть мы стали пустым для воздействия. Выкину. Да, только круче еще. То есть вообще нет. На эти стороны отождествления. Здесь вообще нет. А отождествления можно поставить как равенство с зависимостью, да? Привязанность. Привязанность порождать отождествления. То есть мы к чему-то привязаны, вот мы привязаны, привязаны, привязаны. А потом уже так отождествились, что с чем-то. Что если этому чему-то причиняется вред, то мы ощущаем, что как будто вред причиняется непосредственно нам. Вы правильно сказали, что мы проецируем чувство того объекта, которого мы осождествляемся, на себя. То есть для нас настолько же значим, как, например, нам порез по руке, точно так же нам порез по машине, да? Там или на потере там чего-то какого-то имущества. Ну а... Я определила? Нет, просто. Ну отождествление свечи. А если это отождествление с ребенка? А вот, это немножко по-другому. Здесь вопрос отождествления и слияния. Вот очень тонкий момент. То есть что? Отождествление – это когда мы ставим знак равенства. Я равно ты. Я должен быть такой, как ты должен быть такой, как я. Правда, это в отношениях очень часто. То есть мы проецируем. Тебе плохо, мне плохо. Мне плохо, но тебе разобьется плохо. То есть выстраивается связь. А слияние, слияние – это момент взаимодействия. Мы становимся одним целым с тем, с чем мы взаимодействуем. А когда мы с ребенком, значит мы сливаемся с этим ребенком. Когда мы что-то делаем, держим, да? Мы сливаемся с этим, с тем, что мы держим. Ну, в идеале так должно быть. А мы находимся с этим, но при этом отождествлены с кучей вещей. То есть чтобы сливаться, нам нужно стать пустыми. Вот чтобы эту пустоту наполнить. Наполнить ребенком, наполнить деревом, да? Наполнить еще чем-то. Момент взаимодействия. Тебе плохо, а? Да. Тебе тоже плохо? Не обязательно может быть плохо. Не обязательно. Во-первых, да, не то, что всё равно. Понятно, что... Нет, в идеале нужно от этого уходить. Да, в идеале нужно от этого отождествляться. Любовь и отождествление разные вещи. Если мы смешиваем любовь и отождествление... А где граница? Любовь и отождествление, когда мы не навязываем объекты любви, что он должен делать, каким он должен быть и так далее. И не требуем от него ничего. А я говорю о любви. А не о том, что мы видим. Вы спросили. Это что называется любовь. Вот, Наталью, как звёздное небо, любишь как цветок. Ничего не надо от этого цветка. Вот любишь и всё. А её нет такой в реальности. Нет, дело в том, что это... Состояние, оно даёт столько радости, что на самом деле тебе всё равно, кто-то любит тебя или нет. То есть само переживание, оно именно телесное, энергетическое. Оно не здесь вот. Да, не как привязанность. Но, опять я говорю о состоянии. Любви как состояние. Не как термин какой-то. А любовь как состояние. Когда начинает распирать, наполнять, то ощущения внутри настолько мощные, энергетические. То есть, и они начинают переходить в бытийные. Что, кто любит, не любит, тебе всё равно. Ты просто любишь и всё. То есть, феномен изменения. Ну, изливается и всё. Другое дело, настолько хватит энергии, чтобы это всё выходило. Да, пока не включится ум и скажет, ты что делаешь? Разве так можно любить? Ну, вот это та любовь, которая любовь. А та, которая не любовь, но с отождествлением. А с ребёнком ситуация, да. То есть, мы с ним, разумеется, он идёт под питкой энергии, и мы его полностью держим своим полем. Конечно же, отождествление с ним есть, безусловно. Но у него своя судьба. Если мы ставим, что он существо самостоятельное, самодостаточное. Ну, когда он станет самостоятельным? А для этого он наш. Ну, вот лучше... Сорок, правильно. Сорок, да, более сорока. Я его вообще не отпускаю, заметьте. Это мы так говорим, да, что когда он станет, сколько держит детей своих. Ну, это... Отождествляются с детьми на всю жизнь, в принципе. Ну, хорошо, в каком-то идеальном случае. Там, когда ему два года, когда ему четыре. Ну, так он часть вас, фактически, ещё. Ну, конечно. Ему делают больно, соответственно, мне не может быть всё равно. Не должно быть всё равно, это хорошо. Даже вот, если я войду в драму, да, мне не будет всё равно. Здесь только одним плюсом могу сказать, что тогда вы можете чётко, точно среагировать и помочь ему лучше. Когда вы трезво реагируете. Когда у вас нет ресурса, вот он такой, да, то тогда сложнее, понимаете? Вот ты сделай, а я трясётся и смотрю. А вот когда вы здесь, вы чётко раз-раз-раз делали, а потом дальше... Можете выйти в эмоции, и вы в эмоциональном состоянии с ним уже надеялись. То есть для ребёнка пользу, на самом деле, понимаете? От вашей любви... На случай смысла мало, да, толку. А вот от ваших действий, да, для того, чтобы действовать, нужно в другом состоянии находиться. Можно отождествить себя с ребёнком и с тем же, да, как часть ребёнка, а можно как мать ребёнка. То есть, естественно, как часть ребёнка я переживаю за ребёнка, а как мать ребёнка должна что-то делать с этим? Ну, не всегда может что-то делать. Это ж не всё. Ну, это уже с матери надо. С её матери надо очень много. Да, там сбора много. Но я считаю о том, что раз-тождествление с близкими, друзьями и прочими, оно должно быть. Это, скажем, мы брали внутреннюю сферу, да? А есть и вещи, и работа, и отношения, и так далее, и тому подобное. То есть, я считаю, что должен быть принцип слияния. То есть, в момент взаимодействия ты сливаешься. Взаимодействие вышло, ты сливаешься с чем-то другим. А у тебя хвостов нету там с прошлого отождествления. То есть, мы пустые, но мы наполняемся тем, с чем мы взаимодействуем. То есть, я взаимодействую с вами, значит, я становлюсь с вами, да? То есть, я вас схожу, я вас чувствую целиком, всем своим телом, всем существом. Да, потом я вышел, да, и взаимодействую с этим действием. Вот я беру, да, я не думаю уже о вас. Все. Взаимодействие. Вот если я думаю о вас, у меня отождествление. То есть, эта зависимость, она работает независимо от того, что вы делаете. А слияние требует усилия. Требует усилия, требует намерения. То есть, вот, внимание максимального, да, тотального внимания. Вот, значит, я торжествую с действием. Я беру, я вот, я и стул, это одно. А где тут вы? Что? Вы, как особисть. Как личность? Да. А как личность, я когда взаимодействую, если я не хочу взаимодействовать на слиянии, я взаимодействую так, как у нас взаимодействуют. Как личность с личностью. Пришли, поговорили. То есть, есть взаимодействие, глубинное взаимодействие. Оно происходит через слияние. Ну, я считаю, что это взаимодействие, которое заставляет нам всем действительно глубину переживания. А у нас в социуме нет потребности в глубоком взаимодействии. Для этого люди выстраивают интерфейсы, личность. и эти личности у кого-то лично спонтанно формируется кто-то кто когда вы здесь вы можете выстроить личность как вы хотите когда вы здесь ваша личность выстраивается внешним миром воздействием внешнего мира вы сможете перестроить свою личность по-другому в социуме проявлено для этого нужно осознать причины вашего проявления сейчас почему сейчас проявлять там в разговор большой с личностью там это тема никогда не или нет я не здесь личность вторичный момент все-таки ум самое самое главное ум и тело основные моменты если с ними произошло расторжествение суставу если это расторжение сумму все но то это самое сложное учитывая то что у нас стало значительно сложнее по сравнению с тем же когда формировались и исторические традиции вот сюда интеллекта будет значительно слабее демографическая ситуация была сейчас у нас уровень влияния ума и действия ума на несколько порядков превышает это является собственно главным врагом нашего порождает больше участие животные не знаю животное живет на биологическом тело биологические программы вот оно здесь но некоторые говорят что у животного есть душа вот здесь я не могу ничего спорить я не знаю но все равно он живет по биологическим часто живет по биологическим программам вот если человек живет в теле да инстинкты начинают доминировать и собственно природа как у нас выстроили с биологической биологическая программа мне накладывается социальная программа которая опирается на биологическую вот может усиливать ее с другой стороны тогда получается что манипуляция упрощается, то есть манипуляция через социальные программы, которые сопряжаются в биологические программы. Вот и мы в такой связке, вот, дёрнаны, и мы сразу. А, собственно, здесь вот мы выходим, когда мы можем выбирать... Здесь точка выбора. Мы с телом не отождествляемся, он инструмент, но здесь должны поделяться какие-то другие смыслы, существование, смысл жизни. То есть, из этой точки они устраиваются. У меня есть несколько вопросов чисто трагического характера. Вы говорили про этот энергетический центр. Если этот энергетический центр в разное время в моей жизни проявлялся на вот этом вот диапазоне в различных местах, то здесь, то здесь, то здесь. Вот. Как бы, необходимо ли это, как бы, волевым усилием контролировать и постоянно его спускать всё ниже и ниже, независимо от того, от своих ощущений, где лучше им находиться или как с этим вообще работать? Потому что в различных там школах эзотерических течениях это описывается по-разному, говорят, что есть система чакра... Давайте, значит, что мы бы сейчас с вами поговорим. Сейчас тогда мы немножко закончим. И после мастер-класса тема выходит немножко за рамки. Хорошо. Вот, собственно, есть ли какие-то вопросы по теме непосредственно гармонии, равновесия есть? Можно? Скажите, пожалуйста, вот как вы, в точке зрения вот своего можно сказать, я могу слово открытие, да, ваше образование? Можно трактовать пословицу в здоровом теле здорового? На самом деле пословица звучит хорошо в здоровом теле здорового и в здоровом теле здорового гиба. Слово «хорошо» убрали. Как? Вы изначально знаете этот балет? Да. Да. Убрала. Ваша партия. Убрала. Поставить, чтобы честно сделать. А можно оставить комфорт. Ну, это вопрос на декорацию. Здесь не совсем так. Это хорошо, если в здоровом теле здоровый труд. Обратите внимание, что у многих людей, которые очень высоко пухонарологи, у них тело отечи в хорошем состоянии. Это означает что? Что у них есть некие задачи, которые решают делать для них инструменты. перестал быть у них 9x, которые нужно заниматься, которые нужно накладывать, накладывать, накладывать. Количество энергии все равно изменено бесконечно. И они выбирают просто иной образ, иную задачу со жизнью. Вот. Хотя они могут заниматься самим здоровьем. А могут эти деньги потратить на то, чтобы что-то нанести. Да. Да. У него это или нет? Вот свои волны. Здесь вопрос. Смыслов становится. Дух позволяет выстроить хорошее тело, в принципе. Если он ставится в эту задачу. Дух. Да. Да. Но, опять же, сколько в это нужно вложить энергии и времени, а если задачи у человека совсем другие? Нет. Ускрытка. 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 Просто если я... Получалось так, что в различное время занимаюсь различным домом. В центрах, которые вы описали, я... Поднимается вверх. Он как бы то выше, то ниже, то еще ниже. Да. Вы занимались поцелем. Да. Кстати, этих практиков очень нравится во время дерева. Поднимается вверх. Да. А, ну, по-треински. Да. Вот это... Да. Что такое? Это... А мне это как... Ну, из того, что я знаю... Центр подниматься не может. Это такой умение на фондатор процессов. Да. Энергия из центра может подниматься с сердечницей. С сердечницей. А вы чувствуете, что у вас... Да, делать в духе и... Или она оттуда там опустошается, поднимается... Как такое туропроголосование? Ну, если опустошается, надо опускать. Если переполнение поднимается, значит, это нормально. Вот это критерия. Вы чувствуете, здесь пустота опускательная? Пустота самая нитерятная, самая, скажем... Кусочек вот этого... Интернетное состояние. Поэтому... Все эти учебники создавались... Так, да, и... Уважаемое здоровье было... Экология... Ну, очень... Не было такого давления, информационного давления. И сейчас нужно ввести поправки. Поправки такие, что до 90% могут изменить всю систему. Все учебники. Во-нушätte... Катерин. Так это где... А... Ну вот. Щей inté Наталью. Продолжение следует...